Полицейские назвали интернет-мошенничество самым распространенным видом преступления в Казахстане. С начала года в республике зафиксировали больше 40 тысяч фактов. Это почти на 2% больше, чем в прошлом году. Как обезопасить себя от преступных схем, смотрите в рубрике «По факту». С начала года в Казахстане зарегистрировали 40 тысяч правонарушений, связанных с мошенничеством. Аналитики посчитали, что сумма нанесенного ущерба достигает почти 100 миллиардов тенге. И это только промежуточные данные за год. Половина таких преступлений совершается в сети. Интернет-мошенники обманули почти 20 тысяч казахстанцев. Так как же обезопасить себя и свои финансы от преступных схем? Расскажем по факту. Меня зовут Динара Абдирова. Здравствуйте. Большинство пострадавших от мошенников живут в Алматы. Там правоохранители зарегистрировали свыше 8 тысяч случаев. В столице на тысячу меньше, а в Карагандинской области – 3 тысячи. Реже фиксируют такие преступления в Улутаусской области. С начала года выявили меньше 400 фактов. По итогам 11 месяцев установленная сумма ущерба, причиненного мошенническими правонарушениями, составила 96,5 миллиардов тенге. Это на 4,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Большую часть составил ущерб государству – 54 миллиарда тенге против 7 миллиардов 700 миллионов тенге в аналогичном периоде прошлого года. Еще 3 миллиарда 700 миллионов тенге пришлось на ущерб юридическим лицам – 38,5 миллиардов тенге физическим. Сейчас в Казахстане набирает обороты новый вид мошенничества. Киберпреступники взламывают ватсап и от имени потерпевших рассылают всем контактам текст с просьбой занять деньги. При этом они указывают подставные счета третьих лиц. В столице уже зарегистрировали 34 таких случая. В Алматы – 10. Полиция рекомендует жителям быть бдительными и перезванивать отправителям сообщений. Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере. В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и не вводить свои личные данные. С начала года на мошенничестве попались 6 тысяч человек. Большая часть из них – безработные. Но есть среди них госслужащие, рабочие, частные предприниматели и даже военнослужащие. Вот несколько советов от специалистов, чтобы не попасть на удочку преступников. Придумывайте сложные пароли для своих аккаунтов, не делитесь личными данными на разных ресурсах и, главное, не будьте доверчивыми. Это по факту. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова